Это видео записала жительница села Малая Рогань в Харьковской области. Женщина рассказывает, как российский солдат забрал ее дочь на ночь и изнасиловал в школе. И сказал, ты ничего не почувствуешь. Я тебе порезал шику ей и шею, изнасиловал и тыкал пистолет по кругу и хотел ее убить. Волосы обрезал ножом, она их сегодня спалила. Ну, дочка не может рассказывать, потому что она в шоке, а я еще... Историю, которую рассказала мама потерпевшей, зафиксировала правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете. Кроме девушки из Харьковской области, в докладе упоминаются еще три факта о сексуальном насилии со стороны российских военных в Мариуполе, а также в селах Черниговской области. А это интервью с Еленой из оккупированного Херсона записали журналисты агентства Франс Пресс. Елена тоже утверждает, что ее изнасиловали российские солдаты. Я даже не успела дойти домой. И не успела. Это от трех дней, в четыре часа утра они ушли. Они просто ушли. Они между собой почти не разговаривали. Просто обозвали, пару раз обзывали, обзывали хохлушкой, бандеровкой. А потом они говорили, теперь твоя очередь. И все. А потом стали говорить, все, ладно, нам на пост заступать. И ушли. Еще больше фактов о сексуальном насилии со стороны российских военных над украинскими женщинами начали всплывать после освобождения населенных пунктов Киевской области. Это видео сняли украинские военные в селе Богдановка. Полностью выгоревший дом. Рядом тело убитого мужчины. После этого, как утверждают в полиции, российские солдаты изнасиловали жену убитого мужчины. Женщина зашла с ребенком домой. Пыталась укрыться от этого насилия. Солдаты вроде бы сначала ушли, но вечером двое из них, один из них Романов на неустановленный, после употребления алкогольных напитков вернулись в дом. И под угрозой, что они нанесут телесные повреждения ее трехлетнему сыну, застрелят его точно так же, как и мужа, совершили акт насилия природным и неприродным способом. Кроме Романова было еще пока не установленное средством в лицо. Все двое они были солдатами армии Российской Федерации. К сожалению, они ушли, оставив женщину, и возвращались еще так три раза, совершая акты насилия над ним. Потом ей удалось вырваться, убежать. Согласно информации уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, насилию в Киевской области подвергались не только женщины, но и дети. Вот, к примеру, недавний пост Денисовой об этом. Уровень жестокости армии террористов и палачей России не знает границ. В России официально отрицают факты совершения военных преступлений против мирного населения в Украине. Случаи изнасилования на захваченных территориях подтверждают и украинские психологи, к которым непосредственно обращаются потерпевшие. Василиса Левченко пересказывает на условиях анонимности историю своей клиентки и ее несовершеннолетней дочери. До них увійшли кадирівці в их селище, и эта женщина пыталась умовить кадирівців, чтобы они брали не доньку, а ее для того, чтобы врятувати доньку. Но, на жаль, из трех человек только один на это погодился. Я даже не могу сказать, что это на жаль, но, на жаль, они туда зайшли. И донька перебивала на момент нашего диалога в важкому стану в лекарні. Сейчас началась такая хвиля историй от волонтеров, которые работают в Польше, что им приходят женщины, которые в обществе заведутся. И в них есть моральная дилема про то, как быть с тем, что в Польше заборонены аборты, а женщина хочет избежать такого наследства своей травмы. И, оскільки мы працюємо, например, с медиками, которые працюють с этими женщинами, мы працюємо с середним медичним персоналом також. Вони кажуть, что цього дуже багато, але провести статистику неможливо. Сколько именно женщин и детей стали жертвами изнасилований на оккупированных российскими войсками территориях, неизвестно. Поэтому точные масштабы оценить пока что тяжело, говорят в офисе генпрокурора Украины. Ведь не все пострадавшие могут сейчас об этом рассказать. В офисе генпрокурора Украины создана рабочая группа, которая собирает свидетельства потерпевших и доказательства фактов изнасилования российскими солдатами, для того, чтобы в том числе передать эти материалы дальше, в Международный суд. Согласно международному законодательству, военные преступления не имеют сроков давности. Поэтому, если пострадавшие от сексуального насилия во время войны в Украине расскажут об этом через несколько лет, виновных все равно можно будет привлечь к уголовной ответственности. Я отправлю вам сейчас мейлик.